На общем фоне колоссальных потерь и убытков, которые понесла Россия, напав на Украину, 10 миллиардов рублей кажутся просто каплей в море. Однако 10 миллиардов, про которые речь пойдет далее, особенные. Столько ваших денег в Белгородской области потратили, только представьте, на окопы. Неужели нельзя было найти этим по областным меркам деньжищем более полезного для людей применения? Давайте посмотрим. Кровавые амбиции Путина и имперская политика страны-террориста дорого обходятся и всем россиянам. По оценкам Форбс, Россия потратила на войну 114 миллиардов и 400 миллионов долларов в год. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. По приблизительным подсчетам от 10 до 12 миллиардов долларов в месяц страна-агрессор тратит на содержание военных. На компенсации за погибших, раненых, на технику и на содержание оккупационных властей. Около 17% российского бюджета за прошлый год. Это были расходы на оборонку и еще около 10% на внутренние порядки, если не ошибаюсь, на этот весь силовой блок. Часть каждого бюджетного миллиарда идет в карман кремлевских топ-чиновников и региональных российских властей. Видимо, решили не зевать и в приграничном Белгороде. Там еще осенью взялись строить линию обороны. Назвали это засечной чертой. Ставку сделали на так называемые «зубы дракона» – противотанковые конструкции, что использовались еще во время Первой мировой войны. Они использовались не только во времена Второй мировой войны, а и в период Первой мировой войны. На эти бетонные пирамидки, окопы, взводные опорные пункты и другие сооружения на границе с Украиной власти Белгородской области потратили 10 миллиардов рублей. Российские медиа пишут, что к работам привлекли больше 4 тысяч строителей и 680 единиц техники. Закончили сооружение в январе 2023 года. Белгородские сайты сообщают, что на стройку сгоняли бюджетников. Вот что рассказал один из них. Всего было около 200 человек. После нас посадили в автобус, и мы поехали работать. Все работы добровольно принудительные, и отказаться от них нереально. Обещают нам платить по 500 рублей в час. В Белгородской мэрии это назвали служебными командировками. О том, как идет строительство оборонительных сооружений, регулярно постил фоточки белгородский губернатор, будто придавая этому особую важность. Провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком. Сколько украли местной власти из 10 миллиардов рублей, используя в том числе труд бюджетников, можно только догадываться. Но то, что эта огромная сумма могла бы принести гораздо больше пользы жителям Белгородской области, если бы не кровавая политика Путина против Украины, в этом нет сомнений. Не только баснословно дорого, но и неэффективно белгородские власти потратили 10 миллиардов рублей. Зубы дракона, что россияне расставляют на всех территориях, уже посыпались в оккупированной части Луганской области. Но даже если в Белгороде они выстоят, эксперты считают, что они не могут противостоять наступлению современной техники. Линия Фебер-Жа просто позор. Зубы дракона и другой бред просто неэффективны. Многие бетонные изгороди уже утонули в осеннем болоте и не выполнят ни одной функции сдерживания ВСУ. При этом похоже, что на самом деле безопасностью жителей приграничной территории никто особо не озабочен. Вот что рассказывала местная журналистка летом, в разгар войны. Мы все так же не знаем, где ключи от подвалов. Многие люди не знают. Построенная линия обороны никак не защитит Белгородскую область от реальных точных ударов вооруженных сил Украины по военной инфраструктуре. В итоге засечная черта белгородцам вряд ли понадобится, ведь цель украинских защитников – выгнать врага со своей земли. А значит, очередные миллиарды из российского бюджета ушли в коррупционную топку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok